Продолжение следует... Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова, а в гостях у нас управляющий партнер международной юридической компании «Кассин» и партнеры Олег Кассин. Олег, добрый день! Добрый день! У меня есть вопросы из региональной повестки с федеральной. Я думаю, что логично будет, если начнем мы с федеральной, потом перейдем к нам. В Госдуму внесены поправки в науговый кодекс. Они наделяют налоговиков правом за 14 дней информировать бизнес о том, что у них могут быть заблокированы счета. Я хочу вас спросить, во-первых, насколько важна эта инициатива для вас, для бизнесмена, для ваших знакомых? Ну и потом, позднее, может быть, конкретным примером каким-то перейдем. Ну, конечно, очень хорошая инициатива, здравая. Одна из немногих, в принципе, инициатив, которая вносится в Государственную Думу, которая идет на благо бизнесу. Которая позволяет бизнесу снизить риск увеличения расходов, так сказать, и операционных, и справляться как-то со своими юридическими и налоговыми рисками. Поэтому, если пройдет данная инициатива, ну, прекрасно. Мы будем все очень счастливы и рады, и будем считать это первым шагом на пути к улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. Вот, а теперь давайте о примерах каких-то. То есть, почему это важно? Может быть, вы лично, может быть, ваши какие-то знакомые бизнесмены, или вы вообще разбирали там в своей юридической практике такие дела, когда человек вот из-за этой внезапной блокировки счета, я думаю, с ней очень многие сталкивались. Ну, даже вот лично я, у меня было ИП, я с этим сталкивалась и не раз, потому что особенно ИПшнику сложно уследить за всеми вот этими вот бухгалтерскими вещами. И ты понимаешь с утра, что у тебя заблокирован расчетник. Вот были ли такие какие-то истории, которые, ну, вот, привели к каким-то очень неприятным последствиям, может быть, там, нарушения каких-то договорных обязательств, например? Да, вы очень четко подметили, что все время это обычно происходит в самый неподходящий момент и неожиданно. И да, действительно, наиболее подвержены вот были раньше таким внезапным блокировкам именно микробизнес, малый бизнес, тех, у кого нет в штате бухгалтерского работника, те, кто самостоятельно ведут бухгалтерию. И да, действительно, это могло повлечь за собой негативные последствия. Вот, например, надо выполнять обязательства перед контрагентом. Обо всем договорились, и, как вы рассказываете с утра, раз, и блокировочка. Ну, бизнес более или менее, скажем так, уже устоявшийся, опытный. Они, конечно, избегали данных проблем, ну, просто за счет того, что более тщательно следили за финансовой, налоговой дисциплиной. Ну, вот я хочу сказать, что наиболее продвинутые, например, федеральные банки на сегодняшний день, и это началось не вчера, по-моему, ну, где-то с год назад, они предлагали такую услугу, ну, правда, платную, информирование о планировании блокировки расчетного счета ровно за две недели. И вот эта инициатива, которая пришла в Госдуму, скорее всего, и просто подсмотрена из реальной жизни, как это сейчас происходит. Поэтому, ну, страшного, ужасного здесь ничего такого не может быть, потому что, если это обязательство перед контрагентами, да, ну, что ж, мы все в России живем, если это частное лицо, то готовы друг друга идти навстречу. И, как правило, счет ведь, тут два понятия, блокировка и ограничение, это не тождественное, у всех было по-разному. И блокировка, это уже в самом крайнем случае, по подозрению, значит, в терроризме и отмыванию, значит, черной лидии. Да, все верно, ограничение на использование конкретной суммы, если ее нет на счету, то тогда счет... Да, блокируется. Ну, в случае, если, например, там, что-то очень крайне срочное, весьма срочное, всегда можно пополнить расчетный счет и, ну, как-то выкрутиться из этой ситуации. Ну, если это не огромные деньги. Если это не огромные деньги, но если это огромные деньги, то бизнес, как правило, свои риски страхует в том смысле, что, ну, следят за своей финансовой и налоговой дисциплиной. Таких примеров множество. Их, ну, по большому счету, ну, все в своей предпринимательской деятельности хотя бы раз, но сталкивались. И ваш покорный слуга тоже не исключение. Было такое, что счет не блокировали, а именно ограничивали. Поэтому, ну, это знакомо нам всем не понаслышке. А вот все из практики пытаюсь вытянуть, да, вот были ли какие-то случаи, именно вот когда, ну, настолько там серьезные проблемы возникали, что кто-то обращался, не знаю, в суд или еще куда-то, вот, из-за невыполнения таких обязательств? Да. Когда касается 115 ФСЗ, когда полностью блокируются средства на счету, такие обращения есть. И, как правило, это большие суммы, это раз. И второе, это решается через комиссию Центрального банка, а потом уже только суд. Вот примеры, например, давайте так, если вам из конкретных примеров. Возьмем российского предпринимателя, который к нам обратился, значит, по блокировке 115 ФСЗ. Суды, ну, вот комиссия Центрального банка сначала, а потом суды длились полтора-два года. Ну, представляете, что случается с рублями за полтора-два года. Они немножко дешевеют. И что самое интересное, ведь банк никаких санкций за это не несет. Ну, потому что они правомерно, как бы, исходя из неких признаков и своего субъективного мнения, я утрирую немножечко, конечно, но тем не менее, исходя из какой-то своей там оперативной, назовем, информации, считают, что это 115 ФСЗ, ну, действие закона 115-го. И вот тогда большая проблема, действительно. Возьмем пример европейской компании. К нам обратилась латвийская фирма, у которой также заблокировали по подозрению счет. Мы решали вопрос в Лондоне через финансового омбудсмена. И все это вместе у нас занимало, ну, где-то от полумесяца до месяц. А в России? А в России от полутора лет до двух лет. Ну, есть разница, да? Да. Ну, просто потому что банк понимает, что в случае неоперативной реакции на обращение предпринимателя, ну, все могут допустить ошибку, понесет колоссальные убытки. У нас банк точно уверен, что никакой ответственности ему за это не будет. Вот об этой ответственности тоже ведь вопрос поднимался уже, да? Да, конечно. Но в ВОЗ и ныне там. Да, но там-то да. То есть у нас получается... Это немножко другое все. Да, у нас получается решение принимать не только суд, прокуратура, следственные органы, а еще и банки. Ну, в этой реальности мы сейчас все живем. Это ни для кого не новость. То есть банк, в котором у тебя открыт расчетный счет, не как физлицо, а как предпринимателя, либо юридического лица, он уже является некоторым образом твоим судьей, прокурором, в редких случаях адвокатом. И тут все зависит от банка. Поэтому крайне важно, принимая решение, значит, открывать расчетный счет в том или ином банке, посоветоваться с профессионалами. Где лучше открыть? Как будет эффективнее и как для вас безопаснее? Ну и давайте вот по этому закону резюмируем, да? Вот эти вот 14 дней, которые хотят, да? Дать предпринимателю от момента предупреждения до того, как заблокируют. Ну, во-первых, вот насколько реально это настроить хорошо, чтобы предприниматель получил вовремя это уведомление, да? А не так, что, ну мы же отправили вам за 14 дней, а уж получили вы его, если через месяц, так это не наши проблемы, да? То есть вот, во-первых, можно ли это хорошо в нашей стране настроить, с учетом вот того, что сейчас вроде бы все меняется, все мы там в интернет-технологии уходим. И второе, за эти 14 дней можно ли предпринимателю какие-то реальные предпринять действия, чтобы этого не произошло? Ну, безусловно, и то, и другое возможно. И, в принципе, тут никакой, не знаю, не надо быть прям инновационно погруженной системой, ничего не надо. Есть, во-первых, банк, в котором у тебя открыт расчетный счет. И у тебя как раз через банк наиболее удобный, простой, информативный и точно действенный метод предупредить предпринимателя о том, что именно в этом банке будет у тебя, значит, ограничение или блокировка по счету. И за 14 дней, я вас уверяю, ну, предприниматель, работающий, действующий, активный, не в состоянии банкротства, он предпримит все возможные меры, чтобы этого не допустить, хотя бы даже на всякий случай. Поэтому все технически как раз в этом смысле очень все просто и никаких дополнительных издержек ни от предпринимателей, ни от банков, ни от налоговой службы не потребуется точно. Перейду к следующей теме нашей, тема уже наша, кировская. Но рассказали нам об этом москвичи. Они нам сообщили, разъяснили, почему же в Киров не идут деньги, почему Киров не интересен инвесторам. Это те люди, которые работают над стратегией 2035, стратегия развития Кирова. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации этим занимается. Они изучили, значит, историю Кирова за последние 10 лет и рассказали, что отставание Кирова по суммарному объему инвестиций вот за эти 10 лет на душу населения более чем в два раза отстает от того, что есть в среднем в России по регионам. Сказали они, что связано это с высокими ставками по кредитам, низкой платежеспособностью кировчан, некачественным сопровождением инвесторов со стороны власти. А вот вы, как считаете, с чем такое отставание связано? Ну, так ровно с этим и связано. С тем, что с инвесторами не работают. Никакой инвестиционной политики, инвестиционной стратегии не разработаны. Причем нам ведь постоянно об этом говорят, создают учреждения, специальные показы. О том, что ее разрабатывают, да. Насколько я так понимаю, ВОЗ и мы не там. А что касается бедного населения Кировской области, ну так это замкнутый круг. Нет бизнеса, нет инвесторов. Откуда же деньги у населения? Они же нигде не работают. А если и работают, то за небольшую, крайне маленькую заработную плату, которой хватает, лишь оплачивать огромные гигантские аппетиты, естественных монополий. Ну и обязательные платежи. А то, что население закредитовано, ну так если у вас, извините, чтобы собрать в школу к первому сентября ребенка, а если еще и не один, то и двоих, нужно брать кредит в микрофинансовой организации, который потом через год умножается на трое, так оно, конечно, будет полностью закредитовано. Мне все очевидно, все понятно. Пока власть не развернется в сторону бизнеса этих же инвесторов, пока не научится каждого такого инвестора, не только внешнего, но и внутреннего, ведь я напоминаю, что... Ну мы видим, что с внешними эта работа ведется, ну может быть сейчас это заглохло, да, там делегации к нам, делегации от нас. Движение есть. Ну казалось бы, да. А результата нет. А почему? Значит, может быть не те делегации, или может не те люди принимают эти делегации. Тут надо разбираться, это вопрос к принимающим делегации, или, соответственно, к приезжающим людям. Ну есть вообще какая-то вероятность, что Киров можно как-то на этом... Вероятность, она есть всегда, и надежда всегда есть, но никаких видимых предпосылок на сегодняшний день их нет. Мы так и дальше будем продолжать стагнировать. Никакого рывка и подъема с колен, по крайней мере в Кировской области, в ближайшее время не намечается. И это не мое решение, это решение властей. Оно не намечается просто. Покажите мне тот документ, в котором намечается вставание с колен. Его нет. А то, что езда делегаций, опять же, за бюджетный счет, ну замечательно. Ну это, конечно, тоже хорошо, опытом меняться надо, но нужно научиться и завлекать результаты из таких поездок друг к другу. То есть перенимать опыт и воплощать в жизнь принятые решения. Может быть, есть какие-то другие глубинные, не знаю, невидимые течения. Ну то есть почему всем все ясно, все говорят о том, что это, казалось бы, надо, но это не происходит. Может быть, есть какие-то причины у этого? Да, конечно, есть. Они очевидны, и все об этих причинах точно знают. Их просто почему-то каждый раз игнорируют. Ну давайте вот мы сейчас о них поговорим тогда. Вот знаете, наши разговоры на этот счет проводятся, ну, через день. К сожалению, только мы с вами это обсуждаем, а на более высоком уровне, ну, вот почему-то все делают вид, что этого не существует. Нам нужны независимые суды. Нам нужны свободные, демократичные, прозрачные выборы, конкурентные. Давайте начнем с этого. Я вас уверяю, все наладится, в том числе и в экономике. Вы имеете в виду, мы станем интересны, там, допустим, для Запада. А почему же инвесторы, как вы думаете, не едут сюда и не вкладывают деньги? Боятся, что их здесь никто не защитит. А вот смотрите, у нас же на мосту людей убивают рядом с Кремлем. У нас же оппозиционных политических деятелей травят. У нас юристы западных иностранных фирм в тюрьмах погибают. Ну, вот, может быть, поэтому мы хотим молоко без коровы, что называется. Сначала корова, потом молоко. Давайте сначала настроим институты демократические, обеспечим свободные выборы, обеспечим независимость суда. И вот тогда, возможно, у нас экономика-то с колены встанет. И тогда перестанет быть население Кировской области закредитовано по самые уши. Вот смотрите, мы с вами опять к федеральной повестке пришли. По сути, то, что должно на федеральном уровне меняться. Кировская область, к счастью или к сожалению, пока в составе Российской Федерации. Первое, о чем я сказала, это то, что Кировская область в два раза отстает от других регионов по инвест-привлекательности. То есть у нас есть еще что-то ко всему этому сверху получается. Да, есть, конечно. У нас, во-первых, климат никак в Краснодарском крае. То есть мы тут пшеницу растить не можем в промышленных масштабах. У нас здесь проблема с тем, что нет нефти и газа. Ну, оно есть, но неэкономически невыгодно его добывать. Из наших богатств есть только лес. Но его, судя по последним коррупционным делам, его кто-то ворует постоянно. Поэтому, вот смотрите, вот ровно поэтому в два раза ниже темпы роста экономики. Просто поэтому. У нас нет полезных ископаемых. И, к сожалению, все более или менее адекватное с точки зрения трудоспособности населения ездит в соседние регионы либо мигрирует в какие-то более развитые районы нашей страны. Поэтому. А вот в самом городе, в Кирове, да, мы все-таки сейчас о Кирове говорим, в первую очередь, не об области. Видите вы какие-то интересные направления, которые, например, ну вот сейчас вообще никак не развиваются, там их инвестпотенциал никак не используется, но это бы было здорово, например. В сравнении вы же бывали, работали с Западом, например. Вижу, вижу. И одновременно таких нет. Любое направление можно сделать очень хорошим, интересным и сильно продвинуть его даже на международном уровне. Просто это неинтересно, скажем так, власть имущим. Им зачем у них и так все хорошо. В том смысле, что зарплата идет, значит, льготы социальные обеспечиваются и отнимут их в последнюю очередь. Я имею в виду зарплаты и социальные льготы. Поэтому они не стараются, они не рискуют собственной шкурой. Если бы они поставили свою жизнь, судьбу и там и будущее на кон, я вас уверяю, ситуация была бы другая. И это можно сделать только с помощью, опять же, демократических институтов и попробовать как-то устроить сменяемость власти. Не назначаемость ее, а выборность. Вот тогда, возможно, у нас будет шанс и из любого, да хоть из дымковской игрушки, можно сделать хорошую историю. У нас таких много, может быть. А что еще мне интересно, что бы вы видите? Да хоть, я не знаю, киберспорт, давайте возьмем, я не знаю, какие-нибудь связанные с новыми технологиями сегменты экономики. Все, вообще все можно. Но без помощи власти работать ничего не будет. Дерево, обработка же у нас, ну, пожалуйста, все делайте. Вон у нас мебельщики как гремели в свое время, да, на всю Россию. Все это возможно, если есть неравнодушные и заинтересованные люди. Во власти. В том числе и во власти. В первую очередь во власти. То есть это те люди, которые обеспечивают рост экономики, создают благоприятные инвестиционные условия, и вот тогда у нас все получится. А то если у нас и стратегии-то никакой нет, инвестиционной, и люди-то за свои слова не отвечают во власти, да, об определенных договоренностях, ну, так и кто же сюда поедет, вкладывает свои кровные. Еще в тему один вопрос, и, наверное, на рекламу уйдем. Вот в последнее время часто слышу, еще знаете, историю о чем, о том, что очень много вроде бы всего интересного начинается, но почему-то это не доводится до конца. Ну, вот даже последние там примеры взять, те же промпарки, да, как-то нет особенно, по-моему, интересантов на них, ну, потому что что-то где-то недосказано, недоделано, да, тот же там, не знаю, пример полигона в Осенцах, когда миллионы вложились, а потом сказали, нет, не надо, спасибо нам ваших миллионов. Вот почему вот так? То есть мы начинаем, чем-то загораемся, всем говорим, что это круто, это важно, а потом никому ничего не надо. Ну, тут две причины. Мы зачастую ставим телегу впереди лошади, то есть вот был некий тренд на создание промпарков этих же. Под них выделяли значит, большие федеральные субсидии, деньги и так далее. Это же не инициатива, что называется, снизу, не предпринимательская инициатива, это инициатива из Москвы. Создавайте промпарки и будет вам счастье. И вы к тому, что предпринимателей при этом не спросили, надо ли им это? Нет, конечно. А кого спросили-то? Вот есть тренд федеральный на создание промпарков. Найте вам денег и как бы создайте промпарк. Ну, взяли деньги, создали промпарк. Для кого? Кто просил-то? Ну, кто просил? Никто же не просил. Но, опять же, и вот этот, скажем, что касается промпарков, это ведь был там определенный кипяй для губернатора. Есть промпарки? Молодец. Нет промпарков? Не молодец. Помните же ту историю, А теперь этого кипяй уже не существует? Да, его уже нет и промпарки никому не нужны. Тут ведь надо сначала бизнес, а потом промпарк, а не промпарк, а потом бизнес. Это же большие, огромные траты, и они, по сути, так получилось, что они неэффективны. Ну, хотя, тоже, видите, кто-то же там строил, кто-то ремонтировал, это все было на госзакупках, кто-то выигрывал конкурсы, тендеры, поэтому, ну, какая-то копейка в регион, в экономику региона, я имею в виду, она все равно пришла. Ну, и за это спасибо. Но, такого эффекта, который должен был случиться, его просто, как бы, нет. И не могло быть. У нас минутка осталась до рекламы, но, я думаю, давайте сходим сейчас на нее и вернемся с новой темой. Особое мнение на 101FM Да, это действительно особое мнение. Мы продолжаем программу «Веду сегодня». Я, Мария Кожевникова, а напротив меня президент Фонда поддержки предпринимательства содействия Олег Кастин. Еще раз напомню, что у нас есть номер телефона 8-909-720-101-0. Можно задавать вопросы в Вайбер, Ватсап, можно писать СМС. Я сама пока вопросов от слушателей нет, перехожу к другой теме. Это коронавирус. Ну, что поделать. Заболеваемость продолжает расти, побила все рекорды, при этом речи о каких-то серьезных ограничениях нет. Да, но есть кое-что, нельзя проводить дискотеки в ночное время, как будто бы их днем кто-то проводит. При этом, кстати, вот тоже, давайте вот этот вопрос я задам первым. Прошла проверка в 11 развлекательных учреждениях, 4 из них нарушали вот эти ограничения, ну, и в том числе проводили дискотеки. Вот что, почему, зачем? Хороший вопрос, но я их не проводил, наверное, лучше бы спросить у организаторов, у тех предпринимателей или тех людей, которые этим занимаются, зачем? Они бы, наверное, ответили бы вот следующим образом. Ну, у меня есть еще один ответ, я его чуть позже озвучил. Скорее всего, по индустрии развлечений вот первая волна ударила, ну, весьма и весьма ощутимо. Люди просто отбивают свои расходы, ну, свои убытки. Как-то, пока есть возможность, они это делают. И, там, как предприниматель я их в этом смысле понимаю, потому что, ну, либо банкротятся и закрывать бизнес, либо что-то пытаться с этим делать. Есть второй ответ. Это жадность. Простая человеческая жадность. в общем-то, ну, вот в погоне, что называется, за рублем, ну, в нашем случае, наверное, за копейками, учитывая огромные штрафы приостановления, ну, тут будут проблемы. Это не будет точно просто, и люди же в любом случае хотят развлекаться, и целевая аудитория, там, это студенты, может быть, старшие школьники, ну, люди, в общем, молодые, у которых жизнь идет, что называется, и там, через год, возможно, они уже и не захотят идти, поэтому они ничего не боятся, они идут и развлекаются, где это пока возможно. А если вообще говорить об ограничениях, ну, вот, действительно, да, заболеваемость, я уже сказала, растет, причем так эта цифра действительно здорово повышается, вот, нам уже начали реальные цифры, ну, кажется, что реальные называть, когда там порядка 15 тысяч, 15 тысяч сейчас кировчан вот болеют в данный момент коронавирусом. Если почитать комментарии в соцсетях, я сегодня это сделала, честно говоря, настроение себе сразу с утра испортила, но там люди пишут вот о том, что, прямо говорят, отказывают госпитализации, потому что нет мест с поражением легких, сложно попасть в больницу, сложно дождаться скорую, вот, вот в этой во всей, ну, казалось бы, накаляющейся уже, да, ситуации, нужно ждать, нужно вводить очередные ограничения, вообще государство имеет право не вводить их. Да, оно обязано их ввести, я призываю всех ответственных лиц там за это дело, за благополучие санитарно-эпидемиологическое населения эти ограничения уже ввести. О чем вы говорите, о каких конкретно ограничениях, например? Давайте пойдем по пути, которые мы уже проходили весной. Их вот таких ограничений будет вполне достаточно, и они из-под воль уже вводятся, вот, как юрист, как профессионал, вам скажу, что мы с прошлой недели уже у нас в судах во всех посетителей не принимают, принимают стороны из соответчика, да, представители их, а посетителей просто так не принимают. Это правильная мера. То есть, все-таки, что-то делается, но не нагнетая обстановку, так скажем, да? Принимают решение в данном случае, это все-таки уровень федеральный, если мы говорим о судах. Если мы говорим вот как раз-таки о территории Кировской области, то тут должен свою политическую волю проявить губернатор и глава Роспотребнадзора Белоусова Елизавета Аркадьевна. Ну, то есть, вот ваша точка зрения о том, что ограничения вводить пора. Пора. А теперь, на ваш взгляд, введут ли их? Я думаю, что не введут, денег нет, потому что просто денег нет от слова совсем. Для того, чтобы вводить эти ограничения, нужно хотя бы продублировать те мизерные меры поддержки, которые были предприняты, в весенние ограничения. Сейчас и этих-то денег нет, они отсутствуют. Не в региональном бюджете, не в федеральном бюджете. Поэтому всю ответственность будет нести губернатор, но и деньгами, значит, которых нет, должен оперировать губернатор. Поэтому он, конечно, да, ему не позавидуешь. А теперь вот еще по-другому к этому вопросу подойду. опять же, вы говорите, что надо бы вводить эти ограничения. Почему ограничения? Почему мы до сих пор не поняли, как нам с этим жить получается? Мы до сих пор сами себя не можем обезопасить? Сами мы, я имею в виду, сами кировчане? Я так полагаю, все уже люди примерно поняли, что нужно делать. но при этом почему-то не соблюдаем, да, раз нас надо ограничить. Я считаю, что подавляющее большинство соблюдают какие-то элементарные меры безопасности. ограничивать тогда зачем? А как вы будете бороться? Ну, хорошо, с комарами трудно бороться, они не такие уж маленькие, как вирус. Вы же даже его не видите. Не зря ведь предприняты и рекомендованы Всемирные организации здравоохранения карантинные меры. Вот ровно для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы было меньше осложнений, меньше смертей в конце концов. И правильно сделали, что детишек вывели на каникулы. Школы сейчас на каникулах все одновременно, и это здорово. Просто потому, что они-то не болеют, но они являются как раз-таки носителями. Они общаются, если для кого-то это секрет, они общаются и с мамами, и с папами, и с бабушками, и с дедушками. А в некоторых случаях с бабушками, и с дедушками гораздо чаще, чем с родителями. Поэтому все возможные, все-таки ценность человеческой жизни, она гораздо выше, чем прибыль и даже экономика. Поэтому ограничительные меры вводить нужно. И чем скорее это будет сделано, тем лучше. Но вот так, как они сейчас не ввели, не введены еще, если посмотреть со стороны бизнеса, то есть, ну, раз нас пока не спасает государство, может ли предприниматель, например, заботясь о себе, о своих сотрудниках, нужно ли вот какие-то свои собственные шаги предпринимать, например, работников на удаленку переводить, еще что-то. Или предприниматель сейчас там в своем финансовом положении такие вещи делать не должен, не может. каждый предприниматель берет ответственность на себя, и он тоже человек, и он соизмеряет меру ответственности перед обществом. И вот, например, возьмем нашу компанию, у нас кто может быть на удаленке, те на удаленке. То есть, вы предложили, они ушли? Да, ну, рекомендовали, и они ушли. Соответственно, вот уже там более двух, три недели они на удаленке. А почему этого массово нет? Нет массового примера. Я не знаю почему, может и есть. Может и есть. О нем не говорят вслух? Просто не говорят вслух. Вы меня спросили, я вам сказал, но все остальные, может быть, это сделали, и я вас уверяю, там больные сотрудники, ну, коэффициент полезного действия, это от них вообще крайне мал и низок. Люди, которые умеют считать, они предприняли меру. Мы там закупились и масками, и перчатками, но ведь у нас такой специфический бизнес, нас в суд без масок и перчаток как бы не пустят, у нас есть средства дезинфекции, то есть клиенты приходят, обрабатывают руки, потом уборка проводится, ну, не скажу, что там раз в час, но раз в два часа то она проводится, дезинфицированная поверхность, там перила, ручки, у нас большое здание, поэтому, ну, как бы есть. спирт идет, конечно, в больших количествах. У нас тоже это все есть, да, просто действительно, может быть, вслух об этом не говорят. я думаю, я думаю, что люди все, что могут, они делают. Им бы, конечно, не помешала помощь, да, и методическая, и практическая, да, этими же обеспечениями, этими же масками, перчатками и средствами дезинфекции, потому что, наверное, это все-таки не для всех доступно, или хотя бы компенсация, это было бы здорово. Но я уверен и считаю, что да, действительно, предприниматели, которые задумываются о своем будущем, они это делают. Те люди, которые, скажем так, нацелены на скорую, на быструю прибыль, те проводят дискотеки, массовые мероприятия. Возьмем, например, там, государственную жилищную инспекцию, они на своем сайте вывесили, значит, рекомендации, в связи с этими рекомендациями, есть запрет на проведение собраний, очных заочных. Как бы нам не хотелось, у нас есть проблемы с этим, что мы не можем сейчас проводить, например, для смены назначения помещений, например, из жилого в нежилое. Да, мы несем убытки в связи с этим, но мы понимаем, что деваться-то некуда, придется соблюдать, иначе штрафы, иначе, ну, последствия, да и нехорошо это, все перезаболеют, как людям в глаза смотреть. А вот еще по поводу там заботы о сотрудниках мы поговорили сейчас, да, а вот эта вот история с масками в магазинах, да, что бизнес обязан там заставлять посетителей надевать маски, не обслуживать их, вот вообще это правильно, что вся ответственность в данной ситуации на бизнес возлагается, причем по всем фронтам, по сути, заботиться о своих сотрудниках, заботиться о покупателях. Я бы сказал, что да, с точки зрения администрирования этого процесса, за каждым не набегаешься, но опять же, и бизнесу это достаточно тяжело, вы мне на слово, вот просто поверьте, мы там в массовом порядке не работаем, как в магазины, например, да, но было бы неплохо, чтобы государство вот эти еще меры обеспечения безопасности санитарные, она бы их как-то поддерживала и путем разъяснительной работы, и путем материальной поддержки, опять же, выдача этих же масок, но в конце концов, мы же большие деньги, как мне кажется, тратим на там разные фонды социальные, ну вот хотя бы копейку-то можно было бы, например, списать и не платить сейчас, а потратить это на меры предупреждения этой же коронавирусной инфекции, вот как мера поддержки, если мы работаем, если мы платим налоги, верните, ну или позвольте нам не платить часть этих налогов, да, или обязательных платежей, для того, чтобы мы смогли более вот в эту проблему обеспечения безопасности углубиться, приобрести все возможные средства для того, чтобы никто не пострадал. Минутка осталась, но вот еще успею вопрос задать по поводу информирования, о котором вы говорите, да, и о том, что нужно говорить вслух, вот эти же маски, да, почему мы видим людей в масках везде много, их стало больше, почему? Заключительно, да. Почему? Потому что напугались штрафами, потому что предупредили, или потому что статистику мы все видим и нам просто страшно. Все вместе, одно без другого не работает. Все меры нужно принимать совместно, они усиливают эффект. А штрафовать бизнес за посетителей без масок, например, АТП, за то, что люди без масок в автобусах ездят, это правильно? Это неправильно, но другого, скорее всего, невозможно, но опять же нужно рассказать АТП, как действовать в этой ситуации. Выходы есть всегда. Заканчивается время, к сожалению. Спасибо, Олег, за эфир, доброго дня вам, доброго дня всем слушателям и здоровья, конечно. Благодарю вас, вам также, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok